Слава Богу, братья и сестры! Бог дает нам благоприятное время, мирное небо, потому что мы понимаем, что на земле не все сегодня могут собраться, не все могут спокойно ходить, и особенно народ, откуда мы выехали, где дьявол сделал это зло, и нету мира. Но мы должны быть благодарны Богу, что мы имеем мир, и мы можем собраться, мы можем молиться, мы можем укрепляться в Слове Божьем. Поэтому за все слава Господу нашему! Вы знаете, у нас сегодня собрание такое особенное, мы будем молиться за новорожденных деток, которые приняли родители, которые дал Бог. И сегодня я буду говорить о том, чтобы обратили внимание на одно из качеств таких человеческих, которые присутствуют в людях и которые мешают в воспитании детей. Мешают. Но мы должны понимать, что мы, находясь в этой стране, это страна, которая приняла нас в чужой земле, и мы должны жить. И Иеремия таким же переселенцам, он писал письмо. И 29 глава Иеремии, 5 стих, говорит, «Стройте дома и живите в них, и разводите сады и ешьте плоды их. Берите жен, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в котором я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Вот такое письмо написал Иеремия к переселенцам. И сегодня к нам так же, потому что мы думаем, что будет впереди, какая будет ситуация, будем ли мы долго здесь жить, поэтому стоит ли нам размножаться. Но, говорит Иеремия, пишет, что стройте дома, женитесь, выходите замуж, рождайте детей, размножайтесь и молитесь за состояние, благосостояние города, чтобы был мир. И это наша задача, мы здесь живем, поэтому пусть Бог благословит каждого, чтобы не боялись, не боялись рождать детей, не боялись строить дома, сады, потому что вы знаете, сад – это не то, что вы сегодня посадили, а на следующий год вы уже имеете плоды. Надо ждать время. Это говорит о том, что долго будете вы там. Поэтому пусть Бог благословит. И была ситуация, когда Иисусу Христу приносили, приводили детей, чтобы Он благословил, и это мы делаем. Мы приносим пред Богом деток, которые рождаются, церковь благословляет, служителя молятся, родители все. Мы благословляем этих деток, чтобы ограда была над ними, чтобы они с самого детства воспринимали Слово Божье, чтобы они укреплялись в Боге. Это наша задача. Наша задача. Но, как я сказал, что есть одна такая ситуация, их много есть. Я об одной сегодня хочу поговорить, которые мы, родители, которые с радостью рождаем наших детей, и мы хотим, чтобы наши дети служили Богу здесь на земле, чтобы они пребывали в Боге, чтобы Бог пребывал в Ним, чтобы Бог использовал их в труде и спасались души через наших детей. Мы рождаем детей, чтобы они спасали других. Мы не рождаем детей, чтобы их спасать. Верующие люди, верующие люди, мы должны понимать, что мы не рождаем детей, чтобы их спасать. Потому что есть люди, которые не поняли Слово Божьего, и они закрылись так, как в своем доме, и они считают, что они родили детей, чтобы этих детей спасти. На самом деле, мы родили детей, чтобы дети исполнили волю нашу. Бог не посылал Сына Своего на землю, чтобы его спасти. Он его посылал, чтобы он пришел на землю, чтобы он проповедовал, чтобы он пострадал, чтобы он умер не за кого-то хорошего, не за Бога, не для Бога это он делал, а для того, чтобы спаслись погибающие. Бог послал Своего Сына. И Он пришел, и Он сказал, я не пришел исполнить волю свою, я пришел исполнить волю пославшего Меня Отца. И я не себя проповедую, а проповедую Отца Моего. И все, что Он мне говорит, Я говорю вам. И когда Христос обратился к ученикам и к верующим людям, Он говорит, Я посылаю вас, Я посылаю вас. Он не сказал, что вы будете сами в себе жить, спасаться. Он говорит, Нет, Я посылаю вас, как овец, среди волков. Для нас, как родителей, мы рождаем детей и посылать среди волков, это неправильно. Но Писание говорит об этом. Нравится нам или не нравится. Но главная цель в том, что мы рождаем детей, это чтобы наши дети, они исполнили волю Божью, чтобы они спасали погибающих. Это самая главная наша цель христиан. Мы не рожаем для себя детей, чтобы в старости лет Он подал кружку воды. Мы не рождаем для этого детей. Возможно, наши дети даже не будут с нами в старости лет. Они будут исполнять волю Божью. Они будут проповедовать Евангелие. Их Бог, возможно, пошлет куда-то, что мы не сможем даже позвонить и узнать. И мы не сможем сказать им о своем здоровье. Это цель христианина. Это цель в том, что мы рождаем детей наших. Чтобы дети наши, возрастая в наших семьях, они видели в нас Бога. Они видели в нас Бога. Они приняли учение, евангельское учение, чтобы они могли сказать написано, написано и еще раз написано. Это наша задача. Наша задача. Чтобы дети в нас, в родителях, видели Бога. Потому что Писание говорит, что когда сойдет Дух Святой, вы примете силу. И многие люди обращают внимание, что вот церковь не имеет силы. Нету чудес. Нету исцелений. Но Христос об этом не говорил. Он сказал, вы примете силу, чтобы быть мне кем? Свидетелем. Свидетелем. И сегодня я легко могу вам привести пример, как быть свидетелем. Потому что это наглядная картина на сегодняшний день. Если я говорю, что я украинец, то я могу говорить, я могу доказывать, я могу говорить. Но не обязательно мне говорить. Я просто могу быть свидетелем, как всего-навсего одену голубой жакет и желтую рубашку. И вы сразу поймете, что я украинец. Что я свидетель Украины. Поэтому Бог хочет, чтобы мы имели силу быть свидетелем Иисуса Христа. всякий, кто нас увидел, чтобы он посмотрел на нас и сказал, это Христос. На дела наши. Писание говорит, чтобы люди видели ваши добрые дела и что? Прославили Бога. Обождите. А почему не меня прославили? Я же делаю добрые дела. Почему люди меня не прославили? А они видели добрые дела и прославили Бога. Потому, что я свидетель. Все, что я делаю, делаю во имя Господа. И поэтому это наша главная цель в рождении детей, чтобы дети наши видели образ Иисуса Христа во мне, в моей жене и возрастали в мужа совершенного в образ Иисуса Христа и и шли и проповедовали по всей земле. Это наша задача. Но почему же наши дети, которые вырастают в христианских семьях, они стают свидетелями другого? Они не стают свидетелями Иисуса Христа. Почему? Мы же им преподавали, мы же проповедовали, мы же их приводили в собрание, они всегда были здесь с нами. Почему вдруг они засвидетельствовали, что они проповедуют этот мир? Потому что посмотришь на него, а в него прическа этого мира, он свидетельствует, что он представляет этот мир, макияж весь этого мира, одежда этого мира, и это не есть свидетели Иисуса Христа, это есть свидетели этого мира. Почему? Почему вдруг наши дети стают свидетелями этого мира? Когда мы им говорили о Боге? И вот одна из таких причин, о которой я говорю, почему дети не стали свидетелями Иисуса Христа, они стали свидетелями этого мира, потому что у нас была проблема. И эту проблему я хочу сегодня раскрыть, чтобы нам не делать этого. Потому что мы думаем, что дети наши, они этого не видят, что дети наши, они ничего не понимают. Они там себе играются, они чем-то занимаются, а мы тут между собой поговорили о чем-то, а потом проходит время, а дети рассказывают нам, а мы так возмущаемся, говорим, обождите, вы же были заняты, вы же там шумели, как вы могли это услышать? Оказывается, что у детей у них не два уха, а четыре. Вы знали об этом? Потому что у них есть внутренние уши, и они слышат ими, и эти уши очень откладывают в сердце в них, что они услышали среди всего шума, среди игры их, и обстановки этой, они услышали этими ушами, что говорили родители. И это великая беда на сегодняшний день. От Матвея 18 глава 5 стих говорит, «И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Братья и сестры, я поощряю, чтобы рождали детей и принимали их не во имя свое, принимали во имя Иисуса Христа. Если мы принимаем детей, во имя Иисуса Христа нам будет за награда. Христос, Он даст награду. И очень большая награда за детей. Чтобы вы знали, что очень большая награда за детей. Но Христос предупреждает следующий сишок очень опасен. Очень опасен. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Смотрите, оказывается, что большая награда за детей, когда мы их принимаем во имя Иисуса Христа, когда мы их воспитываем в учении Господнем и их отправляем на служение Богу, за это есть награда. Но если мы соблазнили одного из малых сих, наших детей, там написано, одного из малых сих, верующих. Потому что если я спрошу любого мальчика вот здесь, вы верующие? А как вы знаете, что вы верующие? Может вы не верующие? Понимаете? Они верующие. Они только начнут говорить, они верующие. Потому что они в верующей семье, потому что они слышат о Слове Божьем и они верующие. И они в таком возрасте они узнают уже верующих и неверующих людей. Вы скажите, как это может быть? Они узнают и они понимают, они уже понимают, что они верующие, а это неверующие. вы знаете, внуки мои, они пришел один человек, они посмотрели на него, они ничего не сказали, а потом говорят, а почему этот дядя неверующий? А как вы узнали, что он неверующий? А у него серга в ухе и наколка у него. Он неверующий. Они узнали, они знают, верующие они или неверующие, и кто верующий, кто неверующий. Потому чтобы быть свидетелем Иисуса Христа, нужно иметь образ Иисуса Христа. Не образ этого мира, и поэтому дети это знают уже. И здесь говорится, что если кто, как будто для других, это говорится в общем, но это говорится к родителям, потому что Христос говорит, кто примет одного из малых сих, из детей, кто принимает, когда мы рождаем, мы принимаем детей. и мы можем, будучи верующими, считать детей наших верующими, их соблазнить. Их соблазнить, и они не будут свидетелями Иисуса Христа. Почему? Почему? И Христос показывает одно такое порочное качество, которое присутствует у христиан, у родителей. Луки 12 глава. Между тем, когда собрались тысячи народа, так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Тысячи людей собрались к Иисусу Христу. Все считают, что они верующие. И Христос посмотрел и посмотрел на учеников. Смотрите, Он не говорит в общем к этим людям, потому что эти люди пришли, там всякие были. Но Он обращается и говорит сперва говорит своим ученикам. А зачем им говорить? Они все знают. Но Он говорит им, берегитесь закваски, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Вот это лицемерие, которое есть у христиан, оно соблазняет наших детей. Дети наши, они соблазняются, поэтому они не будут свидетелем Иисуса Христа, потому что мы соблазнили их. Мы родители, мы соблазнили детей. Что такое лицемерие? Это поведение прикрывающее неискренность, злонамеренность, прикрываясь злонамеренность притворным, чистосердечием, добродетельностью. То есть притворная чистосердечность, как будто я говорю от чистого сердца, а на самом деле есть злонамерение. То есть я думаю что-то другое, не то, что я говорю, не так, как я поступаю и вот это видят кто? Дети. Потому что когда мы в церкви, когда мы где-то соседи, дети наши видят как мы себя ведем. Они знают как мы должны себя вести в церкви. Все. Но они видят нас дальше. Церковь дальше нас не видит, соседи нас не видят, а кто нас видит? Дети наши. Они видят нас всегда. И поэтому наше неправильное поведение оно соблазняет наших детей. Мы рассказываем, что мы свидетели Иисуса Христа. А на самом деле рассказываем как, какие мы должны быть, но когда мы дома, когда мы в городе, когда мы с соседями, оказывается, свидетельство совсем другое. И дальше говорится, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Оказывается, что мы лицемеря, мы можем скрыться в обществе, в церкви, мы можем где-то это сделать так, что мы свидетели Иисуса Христа, а дома совсем поступать по-другому, совсем одеваться по-другому. И потом мы говорим, а почему так девочки наши, дочеря, одеваются и принимают образ мира сего? Я же чуть-чуть что-то делала, я же чуть-чуть. А она видела, она соблазнилась, она увидела, как мама это делает, как папа это делает, и она понимает, что нужно делать так, потому что папа, мама, они кого-то боятся. Они боятся церкви, они боятся соседей, они боятся, я никого не боюсь. Чего я должен бояться? Я сделаю так, как папа и мама делают дома, я это сделаю в обществе, в школе, я это сделаю в церкви. И вина это наша, мы соблазнили ребенка, что он так делает. И мы думаем, как же так, где же он это взял? А Писание говорит, что это лицемерие наше, оно приводит к тому, что все, что вы сделали скрыто, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Через наших, это просто дело времени, мы выдаем, через наших детей, все узнают, что было в нас, оно было скрытое. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на уху внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. оказывается, то, что мы говорили дома, это будет на кровле, это узнают все люди. Почему? Почему? Потому что мы лицемерим, мы в церкви находимся, о, благословенные братья, благословенные сестры, такой хороший хор, спасибо, что вы спели, спасибо, что вы сказали, спасибо, все, вы такие хорошие, но вы только сели в машину и начинаете, машина гудит, включили кондишн, все, или еще радио, и детки сзади там сидят, и вы думаете, что они не слышат, и вы вдвоем между собою говорите, ну, этот псалом просто убил меня, это, что пели все, это, что говорили, этот проповедник, просто все люди уснули, это вот такое, и это вот такое, и начинаете потихонечку говорить, и вы не думаете, что это все будет провозглашено, вы даже не думаете, потому что ваши дети, они даже пойдут общаться с другими детьми, и те дети скажут, ой, какой хороший был псалом, как хорошо проповедник, они скажут, да ты что, и они все ваши слова провозглашат, они расскажут, самое главное, они соблазнились, они не увидели Христа, они понимают, что на второе собрание нужно быть внимательным не в том, чтобы слушать слово, а чтобы найти недостатки, потому что родители сядут за руль, будут говорить, а я уже это знаю, я уже это знаю, я уже сам это увидел, и вот эти дети, они никогда не будут свидетелями Иисуса Христа, они будут свидетельствовать что-то другое, потому что мы их соблазнили, горе же вам, друзьям моим, а, говорю, не говорю, простите, говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, и потому не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену, ей говорю вам, того бойтесь, не пять ли малых птиц продаются за два осария, и они, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на головах все сочтены, и так, не бойтесь вы дороже многих малых птиц. Что об этом говорится? Почему Христос сказал, это закваска фарисейская, это лицемерие? Это когда мы смело проповедуем, что мы есть свидетели Иисуса Христа, что Бог в нас, мы в Боге, и мы ничего не боимся, но когда встретился человек, который, я не скажу сейчас вам, что вас будут убивать, я вам скажу просто, встретится другой человек, который с другой церкви, не тот, который убивает, а который с другой церкви, и он подойдет и скажет, чё, а чё это ты в платье в городе? А я, а я это, ну, просто так я не переоделась, я, я это, а дети смотрят, они стоят, мама, а чё ты испугалась? Ты же образ Иисуса Христа, ты же знаешь, как одеваться, чё ты перед ней испугалась? И дети видят, и смотрят, ну, и так получилось, а чё это у тебя такой макияж? Смотри, сегодня Бог не смотрит на сердце, то есть на внешность, Бог смотрит на сердце, чё ты такая, чё ты такой? Ну, да, ну, у нас так принято в церкви, я бы пошел в другую, ну, ну, церковь, мне так хочется, и дети смотрят, ага, значит, папа, мама, они страдают в этой церкви, они бы пошли бы в другую, но все родственники там, там кто-то ещё какие-то обстоятельства, поэтому они соблазнились, они поняли, что присутствует страх, что папа, мама, они боятся, чтобы их не только убили, а всего-навсего сделали какое-то замечание, почему ты не такой, как мир этот, и дети, они никогда не будут стоять за Слово Божье, они никогда не умрут, когда им придется умереть за Слово Божье, они будут знать, что в родителях был страх, они лицемерили, они лицемерили, поэтому они не уверены, но если дети видят, что встретился, кто бы это не был, этот человек, какие он замечания не делал, а отец и мать говорит, написано так, а все люди, а меня это не волнует, что все люди делают, так написано, и я поступаю по Писанию, эти дети, они утверждаются в истине, и он уже вырастет, вы ему ничего не сделаете, он будет умирать, но он будет говорить написано, написано, еще раз написано, но этот страх, это лицемерие, которое проявляют сегодня родители, оно соблазняет детей, дети не будут свидетелями Иисуса Христа, поэтому пусть Бог поможет в этом. «Сказываю вам всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божьим, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьим». Вот мы христиане, мы проповедуем, и получается, что мы можем соблазнить детей отказаться, отказаться в любом вопросе, когда нам скажут «О, а ты из какой церкви? Путь истины». «О, там что-то не то, ты лучше в другую иди, ну да, я бы пошел, ну такая ситуация, ну так получилось, ради кого-то я там буду». И получается, что Христос говорит, что вы свидетели Мои, если вы будете проповедовать Слово Мое. Слово Мое. И получается, что мы отказываемся, потому что написано в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово стало плотью. Мы говорим, мы понимаем, что Иоанн говорит имени об Иисусе Христе. Если я отрекаюсь от Слова Божьего, я отрекаюсь от Иисуса Христа. Я отрекаюсь. Но мы говорим, я не уверен, я просто не знаю, ну там понимает так человек, ну так оно, так оно, не так, я не понимаю до конца. мы ради, ради того, чтобы нам сыграть или не обострить обстоятельства, мы говорим, я до конца не понимаю. Скажите мне, дети, слушая это, они будут уверены в Слове? Они будут защищать истину? Нужно занять позицию, или я понимаю, или я не понимаю. но детям нужно сказать, дети написано вот так, вот так, вот это есть, что мы не отвергаем Господа, мы уверены в Слове Божьем, но мы говорим, люди говорят так, одни проповедуют так, поэтому я не знаю, выбирай сам себе. и соблазняя наших детей, мы даем им повод, чтобы они не верили Слову Божьему, чтобы они отрекались от Слова Божьего, потому что когда преподается в институте, в колледже библейском на одно место писания три версии, один учитель мне сказал, что на одно место писания 26 версий, а какая из них праведная? если ребенку внесли хотя бы три версии и ты выбирай себе никогда никогда он не скажет, что я ученик Иисуса Христа, он трижды скажет, я не знаю его, будет ли покаяние детям нашим, мы не знаем, мы скажем, о, Петр три раза отрекся, Бог дал покаяние, будет ли в нас такой шанс, в Иуды не было, поэтому это очень серьезно, мы не твердые в писании, мы даем повод, чтобы дети наши отрекались от Бога, а потом будем говорить, а почему так случилось с нашими детьми, почему они не так служат, как я, потому, что мы их соблазнили, и всякому, что скажет слово на сына, человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится, и в этом вопросе мы говорим, ну, мы никогда это не скажем, мы никогда это не скажем, но вы знаете, что есть две крайности, когда люди, боясь, чтобы не сказать хулу на Духа Святого, и они попадают в беду, а другие, не боясь ничего, говорят хулу на Духа Святого, и вы скажете, ну, где это, в церкви такого не может быть, когда в церкви встается суд и говорит, так говорит Дух Святой, кто это говорит? Дух Святой, и мы говорим, но я не признаю, именно Христос, когда говорил о хуле Духа Святого, то сказали, что Он изгоняет бесов силою Вильзевула, то есть силу Божью, они назвали силой Вильзевула, и Христос сказал, что простится то, что вы на Меня говорите, но когда будет действовать Дух Святой, и вы скажете, то не все в будущем веке не просятся. Это очень опасно, очень опасно. И сосуды, пророки, как мы говорим, они, зная это, они нарушают Слово Божье, они не находятся в подчинении Церкви, они не соблюдают порядок, который им даны, они начинают говорить от себя, от себя. И поэтому люди боятся, чтобы не похулить, они боятся сказать, что это не от Бога, потому что у них нет ведения. И это проблема. Это проблема. Поэтому когда что-то происходит, происходит какое-то пророчество, вы не уверены, что это от Бога, то когда вы едете в машине, когда вы находитесь с детьми, будьте очень осторожны, что вы говорите. Потому что вы посеете, они увидят, что вы лицемерите, вы принимаете, ой, слава Богу, все, а потом говорите, но, но, это не от Бога. И дети ваши, они соблазняться в этом, они никогда не будут принимать ничего неправильного ни неправильного. И в этом есть опасность, поэтому пусть Бог поможет. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. В чем здесь может быть соблаз для наших детей, когда мы готовимся к какому-то, знаете, ну, кто-то нас что-то спрашивает, не говоря о том, что будут спрашивать в церкви или перед правительством, мы начинаем много суетиться, мы начинаем звонить, а как сказать, мы начинаем читать, что говорят психологи, мы начинаем много чего говорить, готовиться, 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 и дети все это видят, что мы в этой ситуации не полагаемся на Бога, что мы не молимся, мы не говорим, детки, давайте на колени, давайте помолимся, потому что ситуация, и я предстану, я не знаю, какой вопрос зададут, но Дух Святой знает, и Он даст мне это слово, и дети видят, пошли родители, приходят благодарят Бога, а когда готовились, готовились, а им совсем другие вопросы задали, и они оказались не готовы, и попали в проблему, поэтому дети, они не верят в это, что можно так делать, что можно молиться, и Дух Святой даст слово, Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство, он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения, и вот Христос в этом говорит, это все о фарисействе, о лицемерии, почему, почему этот человек пришел, чтобы Христос решил его вопрос, чтобы поделил имение с братом, что сделали родители, это говорит о том, что родителей уже нет, умерли родители, но они посеяли собласть в этих детях, почему эти дети выросли, что один забрал имение, а второму ничего нету, как это родители поступили, почему в семье так случилось, почему один сыновей посчитал, что все родительское принадлежит ему, а брату ничего не принадлежит, что сделали родители, они сказали, вот этот сын, вот эта дочка, это любимые, вот он похож на меня, вот он похож на это, это любимый, и по жизни они его поднимали от другого, вот тебе то, что остается, и когда они умерли, этот прямо унаследовал, он так привык, что это все его, были бы родители, они бы тебе прямо сказали, что все принадлежит мне, понимаете, произошел соблаз, и это большая проблема в христианских семьях, я вам говорю, что к стыду нашему в семьях есть любимые и нелюбимые дети, это горе, это беда, нельзя этого делать, нельзя соблазнять, потому что если вы соблазнили из малых сих, то лучше было бы, чтобы повесили мельничный жернол, это большая проблема, поэтому, дорогие друзья, я думаю, что вы много можете увидеть в этом, что лицемерие, оно соблазняет наших детей, что мы должны поступать так, как написано, так, как написано, и когда нам дети задают вопрос, а почему вы так делаете, мы должны сказать написано, написано, они должны стать, а у нас в церкви не так делают, как написано, и вы должны объяснить, почему, оно не противоречит Слову Божьему, просто мы так согласились, мы так привыкли, и мы это делаем, но Писание этого не требует, и это самое страшное для нас, когда мы что-то постановили, Писание этого не требует, мы боимся детям нашим сказать, что это не по Писанию, но они увидят наше лицемерие, они рано или поздно прочитают и узнают, что не сказали им, что по Писанию так, а просто мы так согласились, и дети тоже будут так говорить, они скажут, что по Писанию так, но мы так согласились, было хорошо нашим родителям, и нам так хорошо, не должны бояться Слова Божьего, поэтому пусть Бог благословит, благословит всех родителей, чтобы рождая детей, быть свидетелями Иисуса Христа, чтобы дети в нас видели, Бога, чтобы они сказали Бог Отца Моего, Бог Отца Моего, и в этом они будут свидетелями Иисуса Христа, и нам будет за это награда, нам будет награда, когда мы приняли одного из малых сих во имя Иисуса Христа, если приняли в свое имя, если соблазнили, будет суд. Братья и сестры, вы можете не согласиться со мной, и это не понравится многим людям, что за неверующих детей мы будем судимы. Запомните это. Это говорит Писание. Я вам прочитал, что для человека, который соблазнил своего ребенка, он стал неверующим, лучше для него было бы, чтобы он был в пучине морской, чтобы он утонул в воде, а чтобы не горел в озере огненном, потому что в воде плохо, но в озере огненном еще хуже. Поэтому мы будем судимы за наших неверующих детей. Не нравится нам это, но у нас, пока мы живые, есть шанс исправиться в этом, есть шанс покаяться в этом, есть шанс признать свою вину перед Богом и попросить у Бога помощи, потому что не хватило мудрости тогда, то пусть сейчас Бог даст мудрости воззвать к Богу, попросить у Бога прощения, признать свою вину. Многие родители, они просят, они в постах, в молитвах за своих детей неверующих, но они не каются, они не признают свою вину, что дети соблазнились через них, и поэтому эти дети не могут покаяться, потому что родители не каются, если родители покаются, покаются дети, это Писание говорит, это не я это придумал, поэтому пусть Бог поможет, братья и сестры, пусть Бог поможет, чтобы каждый принял Слово Божье, чтобы мы были свидетелями, чтобы дети видели в нас Бога и были свидетелями Иисуса Христа. Да благословит нас всех Господь, давайте мы сейчас все встанем, родители, пожалуйста, за которых детей мы будем молиться, проходите сюда наперед. братья, пожалуйста, проходите Господи, Боже мой, я Тебя благодарю, Боже, за нашу дочку Арела, Господи, я Тебя благодарю, что Ты нам ее подарил, Господи, что она здоровая и полноценная, Господи, Боже мой, мы ее приносим Тебе, Господи, посвящаем ее Тебе, Господи, чтобы она всегда служила Тебе, чтобы она была примером для других, Господи, светом для всех окружающих, Господи, Боже мой, благослови ее, Господи, Боже мой, чтобы она всегда была здоровой, чтобы она всегда была, Господи, радостью для нас, для всех, Господи, благослови ее во всем, Господи, слава Тебе, Аминь. Господи, слава Тебе за все, я благодарю Тебя, Господь, за этот день, я благодарю Тебя, Господь, за нашу дочку Ариелу, что Ты нам подарил, Господи, мы ее приняли как от Твоих рук, Господи, слава Тебе за нее. Она родилась полноценная, благословенная, здоровая, Господи, слава Тебе за это. И, Господи, мы ее посвящаем Тебе, Господи, веди ее, управляй ее, Господи, управляй ее духом, душой и телом, Господи, та, чтобы она во все дни жизни своей следовала за Тобой, Господи, чтобы она служила Тебе, чтобы она любила Тебя всем сердцем, чтобы она была послушной, Господи. Благослови ее здоровье, чтобы она никогда не болела, Господи, устрои ее жизнь, Господи, та, чтобы она была светом для окружающих, чтобы она была примером, Господи. Благослови ее, веди ее и управляй ей, Господи. А нам, родителям, дай мудрости, чтобы мы воспитывали ее по Слову Твоему, по Твоему учению, Господи, и что мы все делали правильно с самого начала, Господи. Благослови нас, слава и хвала Тебе за все. Аминь. Боже вечный, Боже милосердный, благослови на имя Твое, Господи, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Ты Бог наш, хвала Тебе, это упование наше, Господи, мы вместе с родителями, с Вовой, с Катей благодарим Тебя, Господи, за этот чудный подарок, который и Ты им даровал. Слава Тебе за эту дочку, Господи, Ариэлу. Слава Тебе, слава Тебе, хвала Тебе, благодарность Тебе, ромена, ромена, хвала, хвала любящему. Господи, мы имя Твое призываем, мы ее благословляем именем Твоим, молю Тебя, благослови ее, храни от всякого рода зла, храни от мира сего, храни от всяких несчастий, болезней, от всего худого, да сохранишь ты, да помилуешь. Господь наш и Бог наш, мы молим Тебя, благослови ее, Господи, Духом Святым, совершай свою работу в ее сердце, Господь, чтобы она во все дни жизни служила Тебе, ходила Твоими путями, делала угодное пред лицем Твоим, благослови. Благослови, Отец Небесный, мы имя Твое призываем, молю Тебя, разрушь все замыслы дьявола, дабы никакая тьма не имела места в ее жизни, во имя Иисуса Христа, на Тебя полагаясь, веряем ее в Твои святые руки, благослови родителей, благослови Вову, Господи, благослови, дай ему мудрость, дай ему, Господи, ведение от Тебя, Господь, помоги ему во всех вопросах видеть Твою руку, Господь, дабы, Господи, воспитывать ее в учении и наставлении Твоем, Господи, Катю, благослови, как маму, дай и так же мудрость во всех жизненных вопросах, мы молим и просим Тебя, любящий Бог, благослови, Господь, дабы эта дочь, которую Ты им даровал, она могла быть Твоим свидетелем на этой земле, Господи, являй Твой свет, быть Твоей солью, Господь, во имя Иисуса, в Твои руки их веряем, Господь, да будет Твоя рука вести, милость Твоя и благословение Твое, да будет их сопровождать Тебе слава наш Бог, Отец и Дух Святой, аминь. Господи, Боже, пристали при Тобой, сейчас, Господи, приносим, Господи, нашу доченьку Амелию, Господи, просим Тебя, Господи, благослови, Господи, благодарим, Господи, за нее, Господи, за ту радость, Господи, которую давал нам, Господи. Мы просим Тебя, молим благослови, Далее, Боже, Господи, да чтобы она взросла, Господи, слава Твою, Господь, чтобы, Господи, она была здоровенькой, Господь, чтобы она, Господи, была красивой, Господь, Иисус, и чтобы она светлым примером Тобой, Господь, Иисус, чтобы все видели Тебя, Господь, в ней, Боже, очень мы просим Тебя, молим, Господь, дай доброе сердце, Господь, да и Господи, Иисус, чтобы она, Господь, любила и других людей, Господь, и эту доброту, Господь Твою, Господь, благословила другим, Боже. Мы просим Тебу и благословим будущее, Господи, жизнь, Господи. Я прошу меня и Господи, и нас, как родителей, благослови, Боже. Даруй нам мудрости, как воспитывать, Господи, Господи, Боже, Иисус, мы воспитали по Слову Твоему. Господи, как Ты нас учил, Господи, как Ты нас учишь, Боже. Даруй нам мудрости и силы, Господи. Тебе были все славы, Отец, и Дух, и Твои, аминь. Господи, Боже, благодарю Тебе, господи боже какую ты дави и нам господи боже что родилась и 이쪽 onde она сотрудок вот она casa росла во Frau мою вед出来 ty steht по особым искусствах чтобы bees чула голоса Твоего, Господи Боже, чтобы она нашла свое место, Господь Боже, в теле Твоем, Господи Бог мой. Мы благодарим Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь, Боже, в житях наших, Господи Боже, и за все милости Твои, Господи Боже. Слава Тебе за все, Господи. Аминь. Милосердный, любящий Господь, Боже наш, ми дуже вдячні Тобі за велику милість Твою, Боже, милосердный, любов Твою, Господи, яку Ти даруєш для нас, Ти благословив Максима, Ти благословив Марину, Господи, і Ти дарував їм, Боже, дочку Емилію, Боже, ми славим Тебе, Господи, що Ти благословив роди, благополучно все пройшло, Господь, і вона прийшла в цей світ, Боже, Господи, хвала Тобі і подяка Тобі за все, і ми просим, Боже, благослови Максима, як главу сім'ї, Боже, милосердный, Господи, Марину благослови, Господи, як маму, Боже, я прошу Тебе, дай їм мудрості, щоб вони виховували всіх дітей, Боже, в ученні Твою, Господи, Емилію, щоб вони, Боже, з дитячих років, Господі, виховували в ученні Твоєму, щоб вона бачила Тебе в них, Господі, і возрастала в Тобі, щоб з дитячих років і до кінця свого життя вона була вірна Тобі, Боже, милосердне, вона возрастала, Господі, на радість батькам, а на славу Тобі, щоб Ти її використовував в ділі Твоєму, в спасінні душ, Боже, щоб вона, Господі, завжди прибувала в Тобі, а Ти в ній. Храни її від всякого родозла, від болезні, від греха храни, Отець Небесний, да будуть розрушені всякі проклятія іменем Ісуса Христа, да будуть розрушені замисли диявола іменем Ісуса Христа, но Твоє благословіння, Боже, да почає на ній, і щоб вона була благословена, Господі, Боже, милосерний кожен, хто її бачив з дитячих років і до кінця її життя, він бачив Тебе в ній, Боже, і спасались душі через неї, я молю Тебе, благослови її, Боже, милосерний, даруй їй, Господі, Боже, мудрості, даруй страх Твій божествений, Господі, благослови її, і щоб її молитви, вони завжди були почути на висоті, і поміч прийшла в свій час, я прошу Тебе, Отче, нехай охорона Твоя і ангели Твої ополчаються завжди, і благословіння її сопровождає, Боже, милосерний, благослови, Отець небесний, і я благословляю, іменем Ісуса Христа, Аминь. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за честный день, за то, що Ти подарила нам доченьку, дорогой Иисус, помоги її, дай нам воспитати во славу імени Твоєму, щоб вона шла за Тобой, щоб все, що вона не делала, було во славу імени Твоєму. Аминь. Господь, я благодарю Ти за цю дочь, за благословення, яке Ти дарувала нам, Господь. Даруй нам силу і мудрость правильно виспитувати її, Господь, будь примером достойним, дабы она видела образ Твой в нас, Господь, дабы выросла, служила Тебе во всяке время, во всяком месте, Господь, дабы свет Твой был в ней, і люди виділи этот свет, Господь. Во славу Твою благослови, Господь, даруй послушання силу і мудрость і за все дабы імя Твою прославлено, Отец і Духу Ситтой. Аминь. Славлю Тебя, Мой Господь. Благодарю Тебя, Боже, за великую любовь Твою, за брата Пашу, сестру Катю, Господи, що Ти їх благословил, Господь. Это четвертый ребенок в їх семье, Господь. Ти їх ведеш, благословляеш, научаешь, Господь, і храниш. Слава Тебе! Прошу, благослови, Господи, брата Пашу, Господи, щоб він був, Боже, достойним, Господи, главой семьи, щоб, Боже, його життя, його служення, вони були угодними Тебе. Боже, благослови, Стру Катю, Боже, як маму, як жену, щоб ви були вместе добрым примером для Своих деток. Боже, служа Тебе искренно, чисто і верно. Боже, благослови їх, щоб ви виспитували дітей Своїх, Господи, в ученні евангельському. Благослови девочку Милану, Господи, которую Ты їм подарил в этот раз. Боже, слава Тебе за нею, що на здоровенькая Господь Божий і приносить радость в їх дом. Благослови, щоб вони її виспитували, Боже, в ученні Твоєм. Достойно, Господь Божий, проводя Свої дні жизни, Господь, служа Тебе верно і чисто. Благослови, Боже, щоб, Господи, Боже, дочка їх на Милану була здоровенькой, була, Господь, радостной в жизни, щоб служила Тебе верно во все дні жизни. Ми її посвящаємо Тебе, наш Господь, во имя Ісуса Христа, призывая охрану, ограду Божию на нього. Все замыслы дьявола да будуть разрушены в отношении її жизни, но да пребудет ограда Божия над ней, Господи, веди її і охраняй, Господи, да буде ім'я Твоє прославляємо в її жизни. Храни її от всякого зла, от всякого греха і падений, от всяких болезней і аварій. Господи, храни її в руці Твоїй, введи, дабы служила Тебе верно і була полезна в делі Твоїм во всі дні жизни Своїй, принося славу Тебе і радість Родителям і Церкві. Благослови! Во имя Ісуса Христа ми її благословляємо. Да благословит Тебя Господь і сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлим лицом Своїм і помилує Тебя. Да обратит Господь лицо Своє на Тебя і даст Тебе мир. Амінь. Боже, наш Отець, Набес, я дякую, що ми доживо до сьогоднішнього дня му прийти на сібне, помолитися за нашу дочку, Мам'я Боже. Я дякую, що ти дарував селу і здоров'я сьогодні, Боже, Аллилуйя, прошу благословити їй на цей землі, укрепляй дух, душу і цілу, води ти, Господь, Бог Всесильний, щоб вона прославляла Твоє ім'я. Зохранит самос, дяволикат, рігат, всяко народозад, болезні, які є на цій землі, Боже. Я прошу води ти, Є, Ісус Христос, щоб вона святила, була соль на цій землі, щоб люди бачили Христа через неї і прославляли Тебе. Я прошу, Господь, води ти, і направляй, арміна клайдері, від екейдес, так мудрі, щоб ти, страх Божий, право в серці, Він на цій землі, Ісус. Так, що нас, як батьків, Ти научи дай нам сили і мудрость, Боже, терпіння, виспітвати по Тиму Слову. І це все робити для слави Твоєї. Я прошу, Ти буде Тиме просам до кончання віка. Тобі хвала, Ісус, навіки. Амін. Укріпи, Боже, Ісус, во всім, Боже, Ісус, Твоя рада шита була на її, Боже, благослови її. Укріпи, Боже, дай її сил і здоров'я, Боже, укріпи, Боже, Ісус, що Твоя рада шита була на її, Боже, Ісус, благослови, Боже, на дальше її життя, Боже, що на юних лет, Боже, познала Тебя, Боже, і служила Тебе, і було верно Тебе, Боже, до конца, Боже, благослови нас так же, Боже, как родители. Благослови тайну мудрости Иисус. Правильно поступать, Боже. Правильно воспитать, Боже, Иисус. Нашу дочку, Боже, благослови. Я тебе благодарю во всех руках твоих, Боже. Я прошу, ты, Боже, благослови укрепи. Добри славу за все. Отец и недоступовики. Аминь. Благослови они на віки, Господи, силу. Я дякую тобі за твою любов до нас і доброту і заботу твою. Я дякую, Господи, за Пашу і Нелю, яких благословив ти і дарував для них дочку Мелині, Господь. І вона сьогодні є вже в зібранні, Боже, і ми її посвящаємо для тебе, Господи, наслуження твоє для того, щоб ти взяв її в одяг твій і руководив життям її надальше, Господь. І дарував твоє благословення за всі і завжди, Господи, повсюди, Боже, мій, при виходах і її входах, Господи, нехай ангели-хранителі твої ополчаються, і благодать і сила твоя наповняє із серця, Господи, щоб вона служила тобі, щоб вона зростала в тобі, щоб вона бачила тебе, Господи наш, і прославляла тебе в житті своєму, і була покірною, і була послушною в домі своєму для батьків своїх, Господи, і зростаючи, вона була радістю для них і благословенням для окружаючих, Боже, і була благословенням для тих, хто є в нужді, потреби, коли вона буде рости, бачила це, Господь, благословити її, даруючи твій страх і мудрість в всьому, Алілуя. Батьків, благослови, Нелю, укрепляй, Господи, даруючи її також мудрість і страх, щоб вона в домі своєму поводилась, Господи, мудро, і була прикладом для мелені, була прикладом для окружаючих, Господь. Пашу, благослови, як священника в домі своєму, даруй також мудрість і страх у всьому, поступати по волі Твої, Господи, лиця Твого шукати і служити Тобі, воздаючи Тобі хвалу і поклін, наш Господь. Це наше бажання, Ісусе, Ти вислуховив їх бажання, і знаєш їх намірення, Господи, мій, даруй всьому устройство, укрепляй і здоров'я їх, Господи, і також здоров'я мелені, Господи, храни, і укрепляй, а Тобі за всі благословіння, за всі милості, хай ли не подяка, не перестану, бо Ти достойний, слави наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Давайте общим пением будем петь Псалом номер 464. «Мой дом и я служить хотим». Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. О, помоги в поступках всем быть самому пример для тех, С которыми я должен жить, Которых должен я любить. С которыми я должен жить, Которых должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, Чтоб я и вся моя семья. Воздрили в сердце нашим храмом Твоим спасительным словам. Теперь под жертву отдаю себя и всю мою семью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok